Друзья, привет! Время полдвенадцатого. У меня сегодня двенадцатый день игры. Каждый день нужно выходить в эфир. Но я только вот закончила все свои делишки. Пришла с массажа. У меня на десять часов был массаж вечера, прикиньте. Вот, только пришла. Голова вся в масле. Не смотрите на мой неопрятный внешний вид. С утра все было красивенько. Ну, думаю, вам все равно. Темы нет, как обычно. Мне просто надо выйти в эфир. О чем мы с вами будем разговаривать, даже не представляю. Можно просто вопрос-ответ, как обычно мы с вами делаем. И всех рада видеть. И классно, что, блин, уже сколько лет с вами. И вот все, кто сейчас заходит, всех помню, всех знаю. Нет, конечно, вот парочку новеньких вижу. В основном все как будто мои друзья. Хоть мы лично не знакомы. Да, привет, Максим. вопрос-ответ будет на ваше усмотрение. Да, что будете задавать, то и буду отвечать. У меня еще есть карты. Я не знаю, может быть, если будет какой-то такой интересный вопрос, на который у меня нет ответа. Я могу посмотреть на картинку и ответить по карте. Можно тоже так поэкспериментировать. Здорово, что ты придумала для себя такое задание выходить в эфир. Да. И потом выкладываешь на YouTube. Смотрю всегда либо так, либо запись. Мы тебя рады видеть. Да, Арина. Мне просто надо разбавлять уже свою скучную жизнь. Сегодня прям еще у меня такой классный день. Я купила билеты в Таиланд. Турция что-то вот уже вот здесь вот скучно. Я хочу солнышко и морюшко. У нас, блин, такая холодина в Турции. Жесть. Вроде как апрель месяц уже. Должна жара быть. Очень холодно. И я прям кайфую. Как жить не работая? Я не знаю. Я работаю круглосуточно. Я пашу как не в себя. Я каждый день пишу главу какой-нибудь книги. Либо переписываю те, которые еще не вышли для издательства. Мне нужно вести параллельно. У меня четыре курса. Параллельно у меня консультации. Пишу магические таблетки. Делаю расклады по картам. У меня еще такие обычные консультации. Разбор по психосоматике. Вот неделю писала. Заказываю там со списком болезней. У меня работы столько, что я не знаю, как можно жить не работая. Во-первых, это скучно. Но, во-вторых, если ты ничего не делаешь, денег у тебя, естественно, тоже не будет. Может быть, и будут. Там от мужа. Или от родственников. Или там, если у тебя наследство какое-то. Вот. Но я тоже не понимаю этого. Потому что сидеть, не двигаться, а что делать сериалы смотреть, они уже до тошноты потом через полгода будут. Так что я вот на этот вопрос, но не могу ответить. Как жить, не работая? Ну, кто-то так может и живет. И я без дела сидеть не могу. Даже если вот мне надоела работа какая-нибудь, вот прям работа, я начинаю находить работу по дому. Мне надо убраться даже в чистой квартире. Мне надо хоть что-то делать. Психосоматика, низкий гемоглобин. Так, не хватает железных нервов. Не хватает стержня какого-то внутреннего, уверенности какой-то. Очень много страхов. Карта такая интересная выпала, что нет уверенности смотреть в будущее. Нет уверенности за завтрашний день. И поэтому вот эти страхи влияют. Ну и плюс еще надо посмотреть, да, что вы кушаете. Давайте гранаты кушаете, кожуру обязательно, не выкидывая. Кипятите, как чай завариваете. Пейте каждый день настой немножечко. Ешьте все, что красное. Томаты, перцы болгарские. В чем у нас еще красные? Красные яблоки. Какие-то красные фрукты, овощи. То есть вам еще и надо железо. Неправильно спросила, на кого-то работать, как выбрать себя. А что плохого на кого-то работать? Я на кого-то работаю бесконечно. Работаю на своих клиентов, понимаете. Я тоже на них работаю. Смотря как на это дело все посмотреть. Мы в социуме, каждый несем какой-то продукт. И как этот продукт будет выпускаться и организовываться, это неважно, у вас галочка ИП стоит, да, или у другого человека. Это совершенно не должно вас волновать. Вы должны просто заниматься любимым делом, от которого вы получаете кайф. И если ваше творческое проявление – это не руководство, это не бухгалтерия, это не финансы, а что-то вы другое делаете, то зачем вам еще заниматься самозанятостью? Пускай организовывают люди, которые в этом спецы, которым нужно в этом проявляться. С чего вы взяли, что если вы где-то работаете, на кого-то, да, вы, как вы там написали, себя не выбираете? У мелкой на левом запястье гигрома. Куда смотреть? Я даже не знаю, что это такое слово. Первый раз такое слышу, сорян. Что это такое? Карты – классная подсказка. Все вокруг отражения и тут же выпадает сразу в точку, да. Банкротство – худшее, что можно сделать для финансового потока. Не факт. Не факт. Почему? Банкротство. У меня еще карта такая отдыха выпала. Нужно набраться сил после банкротства и потом наблюдать, да, что там еще выпадет, интересно. И открывать какие-то новые горизонты. Будет еще лучше. Да, и все сдвинется с мертвой точки. Надо ли банкротиться, да, вопрос. Надо ли банкротиться. Здесь осьминог дарит цветочки чуваку на лодке. У меня это ассоциация с тем, что... С чьей-то помощью можно это сделать эффективно. Может, еще какая-то подсказка будет. Воздушные замки. Ой, воздушные. Песочные. Песочные. Строит песочные замки, чувак. Ну, и наслаждается этим. Как и первая карта, пора на отдых, наверное, отдохнуть, собраться силами. Так. Судиться нужно с банками, либо сразу банкротиться. Сразу две карты достала. Куда-то полет, да, и вторая закрыться. Я так думаю, что с банками судиться не надо. Женщина как будто в доспехах, в броне, то есть и куда-то движуха идет. Ну, если с учетом других карт, опять мне вот это выпало, хотя у меня карт много вот так вот перемешанных. Как будто вот оставить вот это вот все, да, и пойти во что-то новое, и отпустить это прошлое. Доброй ночи, работаю главбухом, но очень устала, выгораю. Может, стоит сменить вид деятельности? Может, просто в отпуск пойти, взять там за свой счет на пару месяцев, съездить куда-нибудь там, в Таиланд, на Бали, отдохнуть, ну, или в русский город любой. А потом соскучитесь по работе сами. То есть, мне кажется, не нужно бросать то, в чем вы специалист. То есть банкротство нет. А, да, то есть банкротство. То есть отдохнуть, не судиться, не вести борьбу, карты говорят. То, что что-то новое будет у вас. Отпустить ситуацию и не вести борьбу с банками. Так, что-то я тут пропустила, да? Про гегрома у меня так и не написали. Что это такое? Я не могу загуглить. И про гель слово это кому? Гегрома это жидкая опухоль. Ну, все опухоли, да, какой тип питания? Меняйте питание, пускай организм самоочистится. Это первое, что вы можете сделать, когда введете в рацион все, что запустит механизмы очистки с организма. Потому что опухоли это наша токсичная мусорная еда. Все это копится, как свалки мусора. Ну, когда уже складировать некуда, у нас образуются опухоли. То есть наше тело так реагирует. Посмотрите, да, что вы кушаете. Ну, а второе, эти свалки мусора в голове. Наш внешний мир отражает наш внутренний. То есть очень много токсичных, негативных мыслей, которые вы не отпускаете. То есть вам, во-первых, надо ментально очиститься. Это проработать, да, за что вы держитесь, за какие свои старые пагубные какие-то привычки негативить, перекладывать ответственность, там, гневаться или подавлять этот гнев. Все что угодно может быть, да. Тут надо разбираться. Она на ГВ. Что вы за аббревиатуры пишете ГВ? Что такое ГВ? Она на ГВ. Плюс сырое. ГВ. У меня мозг не варит аббревиатуры, название болезни. Я не врач, я вообще не знаю такого, ребят. Как относитесь к нумерологии? Ну, если мир судить наше отражение, то как к подсказкам, почему и нет. Я вот и к картам никак не отношусь, просто вытягиваю картинку, допустим. Вот картинка, всем идти вперёд, двигаться на новом старте или на финише. Первое место держат кубок девушки, а они уже завоевали. Ну, то есть сейчас все на верном пути, кто со мной. Подавлять гнев ещё страшнее, чем просто агрессировать. Да, согласна. Ну, имеется в виду, когда ты агрессируешь, ты перекладываешь ответственность на других. Когда ты агрессируешь, ты не принимаешь мир таким, какой он есть. И не видишь в людях знаки, что учитель пришёл к тебе с подсказкой какой-то. То есть агрессия у нас рождается от несогласия. Понятное дело, что её не надо держать, но и выплёскивать тоже на бедных, невидных людей не нужно. Можно пойти там кулаком об стенку постучать и спросить, почему я такой тупой и не понимаю, что мне пытаются мир показать. Что люди принесли мне как подарок. Какие возможности, какие ресурсы. Чё это у меня прям комок в горле. Возможности, ресурсы или таланты. Вот таланты. Верите в прошлые жизни? Я не могу верить в прошлые жизни, если вот взять ту концепцию, о которой чаще я говорю. Что прошлого не существует, есть вечное сейчас и есть бесконечные варианты, где мы проживаем во всех телах, во всех временах, здесь сейчас всё. И у нас одно сознание, общее, коллективное, можно так сказать. Но оно потерялось. Потерялось в осколках своего сознания. Как и мы, люди, потерялись в своём уме. Поэтому сложно сказать про прошлые жизни. Отрицать смысла тоже нету, потому что это является каким-то кусочком истины. То есть доля правды в этом есть. Привет, слушать денежные мантры – это экологично, понимаю, что странный вопрос. А почему нет, если они вам приносят пользу? Если вы верите, что это они сработали, да, то это будет минус. Потому что работаете над всем, что вы там творите, вы лично, а не что-то внешнее. Но если это вам помогает осознанно проживать всё и настраиваться там. Вот, например, смотря какая опять же мантра, да, у меня есть деньги, у меня есть деньги. Это бред вообще. Просто вы впустую тратите время. Вот, но если вы слушаете какую-то мантру по типу, что я создаю там деньги в переменах, и ваш мозг такой, ага, надо в переменку-то пойти, они почисят ли мне там зубы левой рукой. Вы начинаете действовать в этом направлении, да, которое идёт в подсказке мантры. Тогда да, это в плюс. А если вы просто ничего не делаете и думаете, что деньги на вас свалятся из-за того, что вы просто думаете, я богатый, я богатый, вот, то это как минус, вы просто время теряете. Когда мы теряем время, ну опять же, которого не существует, это же бездействие. Это остановка, бездействие, остановка – это реакция внешнего мира, сразу какая-то проблема. Поэтому, опять же, нету ничего плохого, нет ничего хорошего. Есть то, что мы можем в плюс использовать себе, есть в минус. Если вы берёте от этой мантры и действуете, да, то, конечно, в плюс, классно, почему нет. Но если это склоняет вас к бездействию, то это будет в минус. То есть, опять, в какую сторону как вы это будете использовать в жизни. Вот я тоже понимаю, что у нас одна душа на всех, разделённая сейчас по телам. А вот мой нумеролог считывает с прошлых жизней, что мне делать теперь с её инфой. Мой нумеролог считывает с прошлых жизней. То есть, она вас привязала к батареи, заставляет слушать, что она считывает или что. То есть, можно отбросить эти знания и идти дальше шагать. Ну, окей. Можно слушать её дальше, как подсказку, в каком направлении вам развиваться, допустим. Ну, не верить свято, допустим, вот в 55 ты выйдешь замуж, там, в 57 родишь, в 30 у тебя были деньги, и больше их не будет, там, по нумерологии. Это такое программирование на матрицу судьбы, где ты отдаёшь бразды правления всему, кроме себя. Ну, не очень хорошо, не в плюс. Но если есть какие-то реальные подсказки, то, что в этот период ты можешь активничать и делать всё, что ты хочешь, тебе просто даётся такое вот внутреннее вдохновение, что, блин, а мне не страшно теперь действовать, в этот период я могу действовать, и мне будет всё даваться. Ты в это веришь, оно и срабатывает. Плюс очень много у меня в этих подписчиках, нумерологов, там, тарологов, кто там ещё делает какие-то расклады или... Помимо нумерологии, что у нас там ещё есть, дизайн человека. Очень много совпадений, потому что мне бесконечно скидывают. Я иногда тоже говорю, так, ребят, я потерялась, скиньте мне что-нибудь. Вот. И очень много прям реально пошаговых таких чётких вот прям совпадений. Ну, опять же, это же я для себя создала как подсказку, если я творец в своей жизни. То есть, смотря, как к этому относиться, я думаю, то, что можно и в плюс, но люди, многие в минус относятся, особенно когда разочаровываются в каком-то не очень классном раскладе. Ну, по картам или по нумерологии начинают бездействовать. Вот если бы все люди, которые занимались всеми вот этими техниками, практиками, нумерологией и так далее, вдохновляли бы людей вообще прям двигаться, цены бы не было. Так. Имею в виду буддийские мантры. Я не знаю, не слушала я буддийские мантры, что там есть. Если они работают, не беру ли я энергию из будущего? Само по себе ничего не работает. Работает ваш мозг, который проецирует эту реальность. Если вы верите, что то, что вы послушали, помогло вашему мозгу создать это в реальности, это классно, вы взяли ответственность на себя. А если вы верите, что работает какая-то внешняя техника, которая не просто помогла вашему мозгу, а она сама по себе там работает, то вы отдали бразды правления, ответственность, и, соответственно, вы будете за это расплачиваться. Каждый раз я показываю, что что-то не так. Она не предсказывает. Ну, я не знаю, что она там делает. Я была на курсе мне, но до сих пор не разобралась со стыдом, не понимая, какой там плюс. Давайте напишите, что такое стыд, как вы его понимаете. Я почитаю. Она говорит, как жить по плюсу, как по минусу. Ну, и программы негативные закладываются. Ну, если вы чувствуете, что закладывается программа, просто перестаньте её слушать. Что здесь ещё делать остаётся? Про стыд, ребят, был классный вопрос. Что такое стыд? Суть его. Кто расскажет? Есть версии? Печатайте. У меня было много постов на эту тему. Стыд любит зрителей. Противоположность стыда, бесстыдство. Если мы возьмём, будем трансформировать этот шаблон, стыд и бесстыдство – это одно и то же. Две грани одной монеты. Две части противоположные дуальности одного целого. Стыд – это отторжение себя непринятия. Давайте подумаем. Стыд и бесстыдство. Почему это может быть одним и тем же? Есть версии? Я хочу, чтобы у вас тоже эти шестерёнки пошевелились. Когда я трансформирую какие-то шаблоны с кем-то, человек такой, окей, я понял, но у него шаблон не рассоздастся, пока он сам лично не начнёт крутить свои шестерёнки в своей собственной голове. То есть это такое бесстыдство, иметь стыд, не выходить в мир со своими какими-то проявлениями и делами. Просто давайте рассуждать. Бесстыдно любить жизнь. Да, почему нет, конечно. Как вам не стыдно, как вам не стыдно, часто, да, люди говорят, вот себя вот так проявлять? Что за бесстыжие? Вот. Когда мы проявляем такие слова? Давайте вот понакидываем их, и с них будем сейчас целое собирать. Стыд — это моё желание быть замеченным. Стыдно, когда видно, бесстыдно любить эту жизнь, это моё желание быть замеченным. А почему стыд — это бесстыдство? А бесстыдство — это стыд. Чувство униженности. Чувство униженности. Давайте это чувство пока отдельно оставим. Давайте чувство стыда и бесстыдства посмотрим, почему это может быть одно и то же. Чувство стыда и бесстыдства. Нам обычно стыдно, когда мы что-то сделали, и нам неудобно. Ну что, где у нас стыд проявляется? Вот. Бесстыдство — это тоже, когда что-то сделали, но не чувствуем при этом неудобства. Стыд — это что-то непристойное. Ну, человек вышел на сцену, ему стыдно петь, но он поёт. И хорошо. То есть, почему это непристойно? Либо мне стыдно выходить в эфир. После массажа мне голову замазали сейчас маслом, и волосы вообще никакие. То есть, мне как бы стыдно, а какая я бесстыжая. Но в эфир надо выйти. То есть, что непристойное я такое сделала? Вышла с такими волосами, вам неприятно, но при этом вы получаете, допустим, какую-то полезную информацию. Почему бесстыдство — это... Вернее, почему стыд и бесстыдство? Почему это стыд и бесстыдство? Блин, вот так. Стыд, когда ставлю себя намеренно в те ситуации, где меня обесценивают. То есть, можно обесценивать своё бездействие, обесценивать переедание, обесценивать похабное отношение к себе. Согласна. Опять, шаблон обесценивания вы хорошо поняли, но со стыдом — это следствие. Мы не разобрались. Бесстыдство — это разве плохо? Нет, это неплохо и нехорошо. Так же, как и стыд — это неплохо и нехорошо. Просто мы стыд обычно в минус используем, бесстыдство тоже в минус используем. А можно стыд в плюс использовать и бесстыдство в плюс использовать. То есть, я бесстыдно люблю этого человека. Я бесстыдно выступаю на сцене. Ну, бесстыдность — это ж классно. Но нас, какая ты бесстыжая, обычно корят. Типа, как ты посмела выйти там и сделать вот так вот? Как ты посмела такое сказать? Нас пытаются пристыдить. И навязать чувство стыда. Ты бесстыжая? Как тебе не стыдно? То есть, они нас обзывают бесстыжими и одновременно стыдят. Как ещё? Нам целое нужно найти. Почему это одно и то же? Ой, боже мой, стыдно. Потому что я бесстыжая. Мне стыдно за своё бесстыдство. Блин. Как тебе не стыдно? Мы говорим людям или себе. Сейчас попробую картинку какую-то достать. Потрансформировать. Бесстыжая, если маме что-то не так сказала. Ну, это способы применения. Нам надо понять, почему это одно и то же. Рассуждениями. Попробовать, почему стыд. Стыдное, остывшее. Может быть. Сначала горела желанием. Сделала, а потом такая, блин. Надо было не делать, как не стыдно. Берём любую картинку, любой образ, чтобы трансформировать шаблон. В голове представляем любую картинку. Я взяла из карт. Девочка лезет к пчёлам потрогать хотя это, может, и не пчёлы, нифига. Осы. А мальчик такой, смотрите, думает. Вот ты коза! У него не чётко почему-то. Прям карта. Это никак не могу сделать чёткость. Мордочка у этого мальчика очень недовольная. Он думает, как ей не стыдно лезть косом. А девочка довольна, ей не стыдно. Он думает, вот бесстыжая. Осы думают, вот бесстыжая. Давайте развивать эту картинку. А, ещё и птицы, вот смотрите, сидят и просто вот с круглыми глазами по пять копеек смотрят за бесстыжей девочкой. Она намеренно делает себе больно. Как тебе не стыдно ставить меня в опасное положение? То есть все пытаются навесить стыд, чтобы человеку закрыть какие-то действия, потому что вокруг от них другим опасно. То есть бесстыдство это значит опасность и стыд опасность. Так, что ли? То есть она без стыда и совести лезет косом. Птица в шоке. Парень тоже. У него синдром самозванца. У него синдром самозванца. чтобы человека унизить, сделать меньше. То есть мы стыдим человека, чтобы сделать его меньше, потому что он несет угрозу и опасность. То есть он должен испытывать стыд, когда делает бесстыдные поступки. Правильно? выгода стыда это не идти в опасность. Не идти в страх, а значит в развитие. Осы это стыд, они ее жалить будут. Может быть. Это тяжелый шаблон, согласна, очень тяжелый. Даже мне не под силу сейчас что-то новое придумать с этим шаблоном. Человеку стыдно. Ей пофиг на этот стыд, она делает что хочет. Ей интересно. Да, ей не стыдно лезть косом. Не стыдно вообще нифига. ей не стыдно. Поэтому она бесстыжая. Стыдим, чтобы сделать как нам нужно. Пристыдить это сманипулировать. Покажите карту снова, почему в ней появился стыд. Чтобы трансформировать шаблон, нам нужно придумать какой-то образ. Можно взять карту любую и подумать, где здесь стыд, а где здесь бесстыдство. Я смотрю, что девочка без стыда лезет косом. У парня глаза по пять копеек, и он еще здесь вот так вот палец сделал, и вот такое вот личко. И там еще птицы с круглыми глазами на девочку смотрят с опаской. девочка храбрая и любопытная. Да, нам нужно найти в этой карте стыд. Парню стыдно за девочку. Девочка бесстыдно лезет к осам. Птицам стыдно, что они там сидят, наблюдают и ничего не могут поделать. Пацан бесстыже ей под юбку глазеет. Может быть. Тогда получается стыдятся те, кому стыдно за девочку. Тогда получается стыдятся те, кому стыдно за девочку. Ну, понятно. У стыда есть страх, у бесстыдства нет. Птицы, наверное, думают, как бы осы их не ужалили. Девочке не стыдно, потому что она использует другие чувства. Да, согласна. Нам теперь нужно вот то, что мы с вами накидали по стыду, увидели, где здесь стыд и где здесь бесстыдство. Нам нужно теперь соединить и объяснить, почему стыд это бесстыдство, бесстыдство. А почему бесстыдство это стыд? Ну, например, девочка без стыда лезет косом, то есть она бессовестная, бесстыдная, и поэтому за неё всем стыдно. это одно и то же чувство, которое есть у мальчика и у птиц. Как же это объяснить? Это вы должны вот сами догнать, рассуждая в этом весь прикол. Если вы найдёте суть целого, вы сможете применять с пользой всегда стыд и бесстыдство. Стыд и бесстыдство это одно и то же, потому что стыд чувство, когда выходишь за рамки шаблонов, да, а бесстыдство есть это отсутствие шаблонов, да, у меня есть пост на эту тему, даже несколько про стыд, что и прям трансформировано несколькими способами, разными рассуждениями. Я просто не хочу рассказывать те варианты, потому что вы их и так прочитать можете, а вот если вы сами трансформируете, ну, вы перестанете стыдиться вообще чего-либо. Стыдом манипулируют других, потому что им самим страшно, люди, которые манипулируют бесстыжие, да, да, когда появляется бесстыдство, у других появляется стыд, тоже так, да, мальчику стыдно, потому что он боится, а девочка нет. Так, хорошо, а почему у него не страх появляется, а стыд? Вопрос. Когда у нас есть страх, мы не всегда испытываем стыд. То есть два понятия всегда не могут существовать друг без друга, это 100%, у тебя есть выбор, да, всегда есть выбор. И можно двумя понятиями пользоваться с пользой одновременно всегда. То есть мне стыдно не проявляться, потому что если я буду не проявляться, не принесу пользу этому миру, мне стыдно, да, то люди не получат то, с чем я пришла в этом воплощении в этот мир. То есть если я не сделаю то, что от меня требуется, как человека, то есть я пришла в этот мир создать что-то и дать это всему миру, дать людям, если я это не сделаю, мне стыдно. Стыдно за то, что я это не делаю. Но делать это тоже стыдно. Вот. Как это еще по-другому сказать? То есть людям, которым надо что-то сделать, хоть им и стыдно это делать, но если они сделают, им потом не стыдно будет смотреть себе в глаза и другим людям, потому что они это сделали и принесли вклад в свою жизнь. Многим людям стыдно выходить на сцену, стыдно что-то делать, стыдно показывать свое творчество, стыдно ребенку показать свой рисунок, который он там первый сделал, но еще стыднее этого не сделать, понимаете? Стыд или не стыд, тоже какая-то оценка. Вообще все мы оцениваем и окрашиваем в плохое либо в хорошее. Но ни у чего нет ни плохого, ни хорошего, есть просто как мы это применяем. То есть мне не стыдно выйти в эфир и при этом блин, мне стыдно одновременно, боже мой. Особенно мне стыдно рассуждать с вами про стыд, когда я не понимаю как это объяснить. Но одновременно мне не стыдно то, что я с вами это рассуждаю, потому что я могу этим приносить какую-то пользу и вы возможно осознаете этот шаблон не сейчас, так чуть позже, и это принесет вам в будущем пользу в любом случае. Наперед просто думаю, в моменте стыдно связать три слова, которые не вяжутся, потому что он не ведет себя как надо, либо ты боишься, либо другие, можно выбирать. Может мальчику за себя стыдно, что он боится и хотел бы, чтобы и девочка боялась, он завидует, тоже как вариант. Мальчику не стыдно, ему страшно, поэтому он осуждает, зачем он так ведет себя, нам всем будет плохо за нее. При стыде идет страх, потому что всегда страшно выходить за рамки принятых шаблонов, когда навязанных или когда навязанных правил. Стыд или не стыд, это оценка. У девочки без стыдства, потому что чувства, стыда она не испытывает. Но, да, у нее без стыдства, но при этом ей стыдно не делать этого, не лезть. Ну, то есть, если бы она бездействовала, ей было бы стыдно. То есть, ей одновременно и стыдно, и не стыдно. Не стыдно лезть, и стыдно не лезть. То есть, мы одновременно одно и то же чувство применяем. Давайте, может, на чем-то попроще возьмем сейчас вот какой-нибудь другой любой шаблон, и потом вы его на стыд сейчас переложите. Например, могу и не могу. Одно и то же. Вот первое, что в голову пришло. Если я могу сказать, то я не могу не не сказать. Правильно? Например, я могу поднять подушку, могу поднять подушку, и не могу ее не поднять. То есть, я одновременно и то, и то использую. И могу, и не могу. То есть, поднять могу, а не поднять не могу. Правильно? Точно так же, как и со стыдом. Если мы испытываем стыд, мы в это время бесстыжи. Надо себя застыдить за стыд. Если мы испытываем там стыд сцены, стыд, то мы бесстыжи в том, что мы не выходим и не проявляемся в этот момент одновременно. Как еще объяснить? Не знаю, сейчас давайте почитаем. В некоторых селениях по поступкам одного члена семьи судят весь род, а это выживание рода в общине, поэтому стыд порождает страх и манипуляции. Это если в минус использовать. Мне сейчас так стыдно и не стыдно одновременно. Не стыдно, что я с детьми и стыдно, что не веду социальные сети. Ну, разнопланово, да, тоже так же можно. А в моменте, в одном действии одновременно как найти стыд и бесстыдство? Это посложнее будет. Может быть, стыдно быть богатым перед бедным, но не стыдно перед богатыми, значит, какие-то оттенки. Тоже как вариант. Мне стыдно зарабатывать большие деньги и стыдно их не зарабатывать. Вот, сто процентов. Вот это уже ближе идет. Это когда стыдно быть бедным и одновременно стыдно продавать. Кстати, многие бедные стыдятся от того, что они бедные и стыдятся, когда у них есть деньги. Стыдно иметь большие деньги и стыдно одновременно быть бедным. Это вообще шаблон в минус сразу все крайности. Нелли, страх и бесстрашие это тоже шаблон или его не так трансформировать. Страх это тоже шаблон и страх можно использовать в минус и в плюс. когда нам страшно мы себя берегаем от последствий которые не готовы принять. Мы пока еще не знаем что с ними делать. Страх это наша защита от того что в данный момент мы решать не хотим. И в плюс это хорошо. В минус это когда мы не просто не хотим решать ничего там с последствиями даже думать об этом не хотим о последствиях. вот это уже минус если мы будем этот страх использовать вот таким образом. То есть мне страшно выходить на сцену я ничего с этим делать не буду я никогда не выйду и с карьеры там артиста можно попрощаться это в минус а если я чувствую страх я подаю себе сигнал так мне страшно выйти на сцену каких последствий я боюсь например вдруг я забуду речь я с этими последствиями сейчас смогу разобраться ну например выучить свою речь так чтобы ее не забыть смогу значит надо потренироваться после тренировки когда у вас есть навык вам уже не страшно либо я боюсь там выйти на сцену если мне зададут вопрос на который я не смогу ответить будет неловко да страшно я могу заранее подготовиться к вопросам которые мне могут задать могу то есть страхи нас в плюс толкают к действиям чтобы в данный момент вот прям здесь сейчас решить с будущими ситуациями которые могут с нами случиться то есть за страхами что-то стоит то нежелательно с чем мы боимся сталкиваться если мы заранее обдумали с чем мы столкнемся порешали эти вопросы ну например я не могу из-за страха сменить работу денег у меня не будет я могу как-то решить вопрос этими деньгами сейчас я могу как-то заранее работу посмотреть сейчас еще варианты я могу придумать какое-то обучение новое себе сейчас то есть соломку подстелить выписала задачи написала все не страшно и так идя в свой страх мы очень быстро растем расширяемся учимся кайфуем движемся у нас энергия то есть страхи одновременно и плюс и минус как мы будем использовать стыд одновременно когда мы испытываем в это время мы бесстыжи до ужаса когда мы стыдимся сделать какой-то шаг мы бесстыжи к своей душе то есть мы себя не слышим мы не хотим идти в новое наша душа просто как маленький ребенок в углу плачет то есть мы без стыда плюем себе в душу без стыда и совести просто бесстыжи поступаем сами к себе когда нам стыдно внешне проявиться да мы внутренне себе наплевали то есть мы одновременно испытываем сразу одно и то же чувство с разными оттенками наконец-то мой шаблон вскрыли ура абра-кадабра какая-то да согласна чтобы шаблон трансформировать и найти крайности суть что-то общее между противоположными вещами между дуальностями надо рассуждать и это такая абра-кадабра это ну такой дебильный диалог может быть желательно его с кем-то рассуждать либо чтобы не опираться на старые знания старый опыт чтобы суть найти мы знаний этих не имеем мы берем либо картинку либо придумываем ее в голове и по любой картинке начинаем рассуждать где здесь одна сторона медали где здесь другая сторона медали почему эти обе стороны целые когда мы понимаем суть что это тогда наш мозг сразу находит сто пятьсот там применений как это можно и в минус использовать и в плюс использовать естественно вы это уже знаете как использовать и будете себе только в плюс во благо использовать если вы сути не понимаете этого чувства то найти применение в плюс в талант и развить не сможете то есть как вы можете пользоваться инструментом который не понимаете как вы можете играть на гитаре если не понимаете что такое гитара как вы можете читать книгу если не знаете алфавит чувства нужно разобрать и когда мы очень много чувств разделили как будто они разные мы их не можем использовать потому что у нас только осколочек маленький то есть сути общей мы не видим надо собрать из противоположных их может быть много целый инструмент целую суть для кого-то это может быть сейчас сложно мы говорим о шаблонах мышления как их трансформировать есть эфиры полегче для новичков изи сейчас хард эфир просто хард очень сложный шаблон стыд и бесстыдство поэтому может быть непонятно как примеры трансформировать очень много у меня есть в постах и в книжке о кстати ребята блин поздравьте меня просто реально поздравьте сегодня у меня вышла книга в аудио формате в издательстве и можно ее приобрести у меня в боте в топлинке по ссылке шапки в профиле господи работа с шаблонами мышления аудиокнига сегодня вышла вот работа с шаблонами мышления книга полностью называется так если бы не это то ты точно был бы счастлив там пошаговая инструкция со всеми примерами как работает наш мозг как он создает эти шаблоны как их рассоздавать как находить целое как находить применение как найти талант что там еще если эти способы не помогают еще дополнительных 10 способов как решить любую вашу проблему либо исполнить ваше желание работает через сознание через чувства шаблона мышления крайности и находить применение как работать с картинками с образами все в этой книге есть и вот аудио вышло я такая молодец божечки девочка диктор переводила книгу ее зовут Светлана Давыдова у нее фамилия как и у меня я Нелли Давыдова в аудио переводила девочка Светлана Давыдова у меня мама Светлана Давыдова кстати тоже Нелли можешь назвать топ 10 шаблонов которые стоит в первую очередь разобрать могу могу не могу мочь не мочь дальше шаблон деньги обязательно разберите шаблон любовь не любовь надо не надо много мало время без времени делать не делать действия бездействия движение остановка правильно неправильно белое черное кстати так в помощь чтобы у вас всегда схватывалось после шаблона белое черное что есть куча оттенков там серых потому что белое это черное черное это белое чтобы вы потом на все шаблоны смотрели так знали что то о чем вы думаете это просто крайность в которую вы уперлись и все на самом деле не так как вы думаете когда мы во что-то с вами уверовали навесили этот шаблон эту программу она нам не дает двигаться вперед мы живем с вами по программам которые не дают нам творить которые не дают нам действовать которые не могут нам помочь исполнить желание потому что наш мозг зациклен на какой-то программке шаблоне и таких шаблонок очень много там дорого недорого кстати тоже ой это дорого давайте шаблон чтобы вы могли свободно отпускать там отпускать держать прошлое будущее тоже шаблоны хорошие да вообще берите любые вот честно вот которые вы каждый день проговариваете у меня получится или у меня не получится тоже классный шаблон я читала книгу если бы не это кстати как вам книжка как ты могла такое забыть и не сказать нам я завтра пост сделаю я реально забыла прям вообще можно нельзя да кстати тоже классный шаблон со стыдом и без стыдства разобрались у вас в голове щелкнуло почему это целое и как использовать в плюс стыд и без стыдства ну без стыдства в плюс мне кажется просто идти и делать без стыда он всегда будет в плюс то что вам пытаются навесить шаблон что как тебе не стыдно так делать люди просто ждут от вас свои собственные какие-то ожидания а вы неудобны вы живете так и к вам надо поэтому не слушайте людей которые вам говорят ай-яй-яй-яй-яй как тебе не стыдно не стыдно ли тебе нет не стыдно вот если там что-то не нравится как бы не мои проблемы а вот стыд например мне стыдно пойти и ничего не делать мне стыдно как в плюс использовать мне стыдно быть паразитом общества мне стыдно что мне давайте накидывайте что мы можем в плюс стыдясь делать или не делать даже не делание это тоже делание только пассивное делание мне стыдно быть матершиницей ну блин в плюс надо тренировать свою речь мне стыдно кормить себя токсичной едой стыдно не быть сыроедом да и бесстыдно быть сыроедом круто круто книга очень понравилась поначалу трансформировала по этому алгоритму а потом по другим стала сейчас видимо не зря на эфир попала значит по этому методу надо еще пора работать я не знаю лучше метода чем работа с шаблоном по методу того что ты находишь его суть и ты понимаешь суть вещей как они есть а не через иллюзии не через программы не через розовые очки там этот телескоп ты видишь суть со всеми гранями круче технологий в этом мире наверное мне кажется не существует найти суть чувства и суть вещей когда ты это видишь ты умеешь это применять то есть ты умеешь использовать все ресурсы которые дают тебе мир ты можешь создавать эти ресурсы сам использовать можешь давать эти ресурсы миру можешь брать эти ресурсы которые уже вокруг тебя есть но пока ты их не понимаешь не осознаешь сути этого ресурса и инструмента ты ничего не можешь сделать круче мне кажется ничего не существует мне стыдно мне стыдно не работать мне стыдно не работать да стыдно засорять свой мозг да то есть понимаете стыд это неплохо вы мне все время говорите Нелли как избавиться от стыда это не стыдно иметь стыд не стыдно ребят просто применяйте его там где ему уместно и полезно когда вы его применяете в полезных местах у вас просто не будет времени его применять там где не нужно понимаете стыдно не пользоваться всеми возможностями да это хорошо бесстыдно пользоваться всеми возможностями еще круче стыдно не трансформировать шаблоны стыдно откладывать да и без стыда их трансформировать. Всё верно. Когда вы испытываете в плюс в данную секунду стыд, то бесстыдство вы уже не можете в эту секунду использовать в минус. Понимаете? Либо наоборот, вы бесстыдно что-то делаете, то есть стыдиться в это время это делать вы не сможете. Как ещё с шаблоном объяснить? В один и тот же миг вы не можете делать сразу две вещи. Чувствовать одно и противоположное. И когда вы из целого в плюс одну сторону используете, то в минус одновременно эту противоположную сторону вы не сможете использовать. То есть вы каждый раз используете то одно, то другое, и оба в плюс. Все, что казалось вам плохим, просто не в тех местах, не в то время использовалось. И не с пользой. Не в плюс. Стыдно не быть... Или стыдно не быть дураком. Бесстыдно быть дураком, тоже круто. Неля, ты встречала бесстыжих людей, которые ничего не стыдились? Но они по-любому чего-то стыдятся. Они стыдятся быть небесстыжими. Им стыдно быть ущербными. Им стыдно быть ущербными, ущемлёнными, загнутыми в рамки. Поэтому они бесстыдно себя ведут. Потому что в рамках им быть стыдно. Понимаете? Ну, противоположное тоже в плюсе используется. То есть люди бесстыжие, проявляются так, как им надо. Им стыдно проявляться так, как им не надо. Понимаете? То есть одновременно, блин, работают вот эти две крайности. И обе в плюс. Это же хорошо. Нет, есть люди бесстыдные, которые подходят у тебя и забирают, подрезают кошелёк в сумке. И ты такой, ай-яй, как тебе не стыдно? Тебе стыдно за другого человека, что он подрезает? Это минус. Ну, в минус используется. Стыд, стеснение, как будто одно и то же. Ну да, у стыда есть куча грани и стеснение, в том числе, сюда тоже подходит. Мы сейчас с вами просто разбирали шаблон. Как стыд и бесстыдство использовать в плюс. Когда вы оба шаблона, две крайности используете в плюс и понимаете, что это одно и то же. Что одновременно, когда ты бесстыжий, ты чего-то другого, противоположного стыдишься, и оба в плюс используешь обе крайности. Вот, то, ну, это классно. Если вам попадаются люди, на которых вы грозите пальчиком, как тебе не стыдно, значит, ну, это просто маячок. Учитель пришёл к нам, вспоминаете, да, другие эфиры. Показать, что мы стыд неправильно используем. Пускай нам будет стыдно не проявляться, чем стыдно проявляться, правильно? То есть чувство в нас есть, не надо этот стыд прятать глубоко-глубоко. Надо, наоборот, этот стыд раскрыть так, чтобы нам было стыдно сидеть и ничего не делать. Прямо это чувство проживать, вскакивать и идти лететь что-то делать. То есть, когда мне стыдно просто сидеть на диване, отлёживать бока, вот, я бесстыдно вскакиваю и начинаю что-то делать. И сразу, когда мы чувство проживаем какое-то, обращаем на это внимание, у нас появляется желание это в плюс перевести. Также вот эфир был про боль. Когда мы проживаем свою боль, поднимаем, мы её также можем в плюс перевести. Когда мы не будем умом оценивать со своими программами, шаблонами, ой, какая боль больная и так далее. А просто за ней наблюдаем, это чувство, оно нам подскажет, как эту боль в плюс использовать и просто как ракета пойти трансформироваться в новое куда-то, бежать, что-то делать. Если тело показывает боль, то это сигнал, да, на что обратить внимание. Расскажи кратко, какой жизнью ты жила, пока не знала такие знания. Ой, я думаю, знаете что, вот у меня была идея пару недель назад, девочка одна мне написала, может быть, даже уже больше, выходи типа в эфир и начинай с детства рассказывать, как ты жила. Да, то есть со мной это было всегда. Вот прям шаблоны трансформировать я начала лет пять назад, а до этого у меня это понимание было просто без техники, да, но было всё то же самое. Я дома жила с духами, да, чтобы вы понимали, с существами, которых я видела. И мама экзорцистов, попов, разных колдунов вызывала пару раз в неделю. Мама освещала я, вот была маленькая, потом росла. У нас всё время дома проводились всякие ритуалы, и папы ходили по углам со свечками, чтобы осветить квартиру, потому что у нас было наводнение непонятных существ дома, которые наблюдали мы с мамой всё время. И гости, которые к нам приходили, они их не просто там видели, у всех пятки сверкали и убегали из дома. И вот с этим я выросла, с этой магией, полки там увешаны книжками магии и так далее. И все вот эти здания, они из детства. И как бы, как я жила, я всегда так жила. Пять или шесть лет назад я познакомилась с Сергеем Далматовым, наверное, слышали, да, эту секту. Вот, и он говорит, давайте в целое трансформировать шаблоны. И дал не технику, вот, которую я вам сейчас даю, а читать мантру. Просто заучиваешь текст и читаешь длиннючий текст, который я уже не помню. Ну, я считаю, бесполезный, просто который сводит человека с ума, и он становится дебилом. Вот, и у меня тогда придумалась техника, которую я сейчас использую. До этого вот это понимание было на уровне внутри меня, и я не могла с этим поделиться с людьми. Ну, то есть, как это сказать? Ты когда видишь целые вещи, когда видишь суть вещей, ты просто их видишь, но объяснить другому ты не можешь. А когда я познакомилась с техникой шаблонов, кривой-косой, и потом сделала свою, я смогла людям хотя бы донести, как это можно видеть. Потому что до этого у меня не было даже понимания, как это не просто объяснить, даже сказать, что такое существует. Это было сложно для меня. Вот, живёшь сама, реальность трансформируешь, и всё. Ну, не понимаешь, как ты это делаешь. То есть, я её никогда не озвучивала вслух, штуку, которая могла бы это как-то быть понятой на уровне ума моего, да, и другими людьми. То есть, до этого я жила безмолвно, в этом же, да, ну, без каких-то конкретных шагов. Я же не знаю, как это ещё объяснить. Вот, и вернусь к тому, что, я так думаю, надо рассказывать, короче, выходить в эфир и рассказывать разные прикольные штуки. Как мы с домовыми общались, как они выглядят, что они говорили, что дома происходило. Какие у нас чудеса-тое чудеса дома были постоянно, всякие смешные истории. Вот, из детства. И потом вот дальше, да, где я была, что я делала, с какими колдунствами встречалась. Были всякие трэшевые ситуации. И у меня жизнь, как балалайка, просто помотала. Я вот думаю, может быть, серию вот таких вот прикольных историй рассказывать. В садике я была очень странной девочкой. Мама меня отправляла в садик. Как сейчас помню. Мне нравился один мальчик. Мне было 3-4 годика. Вот. Этот мальчик не был со мной в садике, но часто мамина одноклассница со своим сыном приходила к нам в гости. И мне хотелось с ним находиться рядом постоянно. Поэтому, когда наступал обед, или что у нас перед тихим часом, обед, да, я делала вид, что куда-то иду, не помню. Короче, сбегала с садика, сделала подкоп. У меня дом и садик, вот прям сразу, вот прям вместе за домом садик. Вот, я вечером маленькой лопаткой выкопала там яму как-то в один день под забором. Ну, там можно было пролезть. И вот каждый день я избегала, и меня милиция возвращала. Там было, бывало, возвращала, бывало. Я сама приходила. Вот. И я в другой район, непонятно, там, ну, очень долго надо было идти, там, час. Приходила в гости к этому мальчику, а его родители звонили моим и говорили, опять с садика сбежала. Ты ужастики в детстве смотрела? Да, смотрела. Мы с мамой год жили в Сочи в девяностом году. Это мои были первые ужастики. Мне тогда было семь лет. И мы каждый день ходили с ней, улица Вязов, Фредди Крюгер. Вот. Типа такие вот ужастики. Ну, и другие. Мы в кинотеатр с мамой ходили в Сочи. Каждый вечер на киносеансы ужасов. Чего я, короче, только не творила. Я была бесстрашной, бесстыдной девочкой. А потом эти шаблоны откуда-то начали появляться. И со временем вот пришлось научиться с ними работать. Ты как-то на эфире рассказывала, как через картинку люди вещи находили. Это, получается, у них был запрос. Они брали картинку, рассуждали её. И она приводила к цели, каким ситуациям это применимо. Ко всем. Совершенно. Ты от них прятала ещё вроде вещи специально. Да. Это курс телепатии. У меня есть курс по телепатии. Мы по картинке находим вещи. Мы... Да, можем и без картинки их находить на самом деле. Человеку достаточно войти в какое-нибудь медитативное состояние. Почувствовать вещь, которую там спрятали в другой комнате. И прям сказать, где она лежит. Придут образы. Если очистить в этот момент сознание своё от мыслей, то у тебя картинки в голове сразу рисуются, где эта вещь может находиться. Мы ещё ходили в гости к людям, описывали, где ни разу не были, ментально. Вот я сижу сейчас, я могу к кому-нибудь в гости сходить, допустим, представить, кто-нибудь сейчас тут руку поднимет, представить то, что... Ну или я там нахожусь в Москве, ты в Турции. Расскажи, что у меня дома. Если я на тебя настроюсь, но эта настройка мне, наверное, 30 минут понадобится настраиваться. И я пишу, что я вижу, что находится в твоей квартире. Где комод стоит, где телевизор, где там что. Может быть, какие-то детали не увижу, какие-то образы у меня будут всплывать в голове. Когда у меня будет сонастройка с тобой. Но я не саму квартиру увижу, а твои воспоминания в твоей голове, потому что настраиваюсь я на тебя. И мне будет видеться квартира не потому, что моя душа пошла туда путешествовать, и я вижу сквозь время и пространство. Нет. Я просто смогу сочетать твои образы, которые ты представляешь в этот момент, когда я на тебя настраиваюсь. Ну это вот курс телепатии, мы тренируемся. Но хочу сказать так. Если человека не пинать после этого курса, каждый день не спрашивать, это ты тренировался, человек сам. Я не несу ответственности. Не тренируется каждый день. Даю на курсе очень много техник тренировки, каждый день считывать информацию, искать там предметы, искать по фотографии пропавшего человека или ещё что-то. Это всё можно натренировать, тренировать, но никто это не делает, потому что у людей нет конечной цели, может быть, или мотивации, ну или мы такие просто непривыкшие делать каждый день. Шаги к нашим целям, я не знаю. Многие загораются, вот я хочу научиться, я даю техники там всякие разные, мы их тренируем в поле, у многих там получается, из десяти там спрятанных вещей пять по-любому найдутся. Легко причём. А пишутся, где лежат. Но курс заканчивается, всё. У людей как будто, я не знаю, мозг вот так вот, кот слезал, нету вообще ничего. Так что, что я могу сказать? Тренироваться можно годами и дойти до мастерства, было бы желание, но годы тренировок никому не нужно. А я сразу хочу сказать, что научиться на курсе телепатии за 10 дней, там или за 15, не получится. Вы потренируетесь, возьмёте там все техники, но их вот потом надо месяцами и годами тренировать каждый день. Если вы этого не делаете, у вас ничего не получится. Ты веришь в чакры? Сейчас уже мода чакры изучать. Честно, я не знаю, где какие чакры находятся, как они называются, я их не изучала. Я даже не знаю, верить в них или нет. Просто у меня на это времени нету даже думать об этом. Вот, например, я пришла к Татьяне, которая меня стрижёт, красит в Турции, здесь девушка очень классная, она видит такие вещи, она когда рассказывает, ну, очень интересно, как к ней приходят там умершие люди, что-то ей там рассказывают, она передаёт информацию, всё чётко, всё так. И она говорит, Нелли, у тебя такая аура, вот такого-то там цвета, ты, значит, такая-такая-то, у каждого человека свой цвет. Она меня этим заразила, я не интересовалась аурой. Я пришла домой, нашла ролик, как её видеть, научилась за 10 минут. Сейчас я вижу у всех предметов эту ауру, у людей цвета, размеры, форму, плотность, это легко. Вот, просто мне было интересно. С чакрами я так не разбиралась, потому что, ну, не было, может быть, предпосылок каких-то, никто мне о них не говорил, не заражал интересом своим. Что ты думаешь об автономии? Тоже было много эфиров, что я хотела ни спать, ни есть. Сейчас меня отпустило, и я хочу просто наслаждаться жизнью здесь, сейчас не думать о завтра. Вот, у меня сейчас такой период, когда я не хочу думать, что будет завтра. Единственное, вот я подумала, купила билеты в Таиланд, всё забыла, время как придёт, через пару недель я буду в Таиланде, и всё, то есть короткие какие-то планы строю. Я поняла то, что когда я строю планы на жизнь, они разрушаются. У меня сейчас просто реально была две недели депрессия, когда я не хотела ни вставать с кровати, ни есть, ни пить. Вот у меня прям автономия была. Мне было очень плохо, я была в таких разочарованиях вообще насчёт всего. Прямо жить не хотелось. Я себя вывела из этого состояния, и теперь я не хочу вообще никакие планы строить. Я тут их настроила себе, просто уже и детей родила, и замуж вышла, и уже постарела там, и то сделала, и это, и вообще. А потом мои иллюзии разрушились. Нелли, хотела поблагодарить тебя за то, что ты увела меня из эзотерики в практические навыки. Спасибо. А, меня просто вот в последнее время, говорю, два слова связать не могу. Скажите мне, пожалуйста, будет вам интересно, если я начну вести серию эфиров о жизни, об истории с детства, да, вот, рассказывать про интересные всякие вещи, про то, что со мной там случалось, приключалось, вот, о моей жизни будет вам такое вообще интересно или нет. Я была на курсе телепатии, могу сказать, что после курса плевался навык получать всякую информацию. Плевался? Мария, напиши, что ты там пыталась написать, я не понимаю. Интересно, да, значит, тогда со следующего эфира прям надо вот вспомнить с детства самые интересные моменты. В пять вечера на физике говорили о курсе телепатии, через пять часов включаю телефон и снова телепатия. Тань, привет! А, кстати, про тебя только что говорила. Вот это точно чудеса, прикиньте. Я только что сейчас говорила про Татьяну, моего парикмахера. Как она оказалась на моем прямом эфире, вообще непонятно. Вот сейчас читаю ее сообщение. Я в шоке. Поистине телепатия. А, появился навык телепатии. Я была на курсе телепатии, пишет Мария. Могу сказать, что после курса появился навык получать всякую информацию. телепатия, да. Телепатия — это навыки считывать информацию. Нет, вру. Вру. Это навыки расшифровывать информацию. А считываем информацию мы всегда. Все вокруг нас постоянно нам передает информацию. Вот просто в мозг затекает со всех щелей отовсюду информация. Каждый цветок, пролетающая муха, пробегающая собака, каждый человек. Не словами, просто вот мимо прям потоки идут в нашу голову. Точно так же мы транслируем эту информацию. Но мы не умеем расшифровывать. Мы знаем только несколько языков расшифровки. Это алфавит, ну, наш и там какие-то другие языки. Это называется пакеты запакованной информации. Мы умеем расшифровывать и передавать. Это жесты, это мимика. То есть мы с вами знаем несколько пакетов информации, которую мы можем запаковать и распаковать, и передать. Телепатия это просто канал передачи. А вот как расшифровывать информацию, надо учить азбуку. Вот можно, вот допустим, торологи умеют, они знают еще один язык, помимо тела нашего обычного языка разговорного, они знают еще, как расшифровывать и зашифровывать в образах, в картинках, например, торологи. нумерологи тоже знают язык, через цифры информацию запаковать могут и распаковать, они в основном распаковывают. Я на тебя посмотрела, ты ощутила мой взгляд. Таня, вообще это телепатия, как ты зашла, я вот реально только про тебя вспомнила, и ты зашла, это вообще вот просто уму непостижимо. То есть у нас по телепатии, да, я говорила, мы люди с вами умеем расшифровывать с нескольких языков, с которых нас научили с детства, но на самом деле информация может быть запакована во много языков, которые мы еще не знаем. Карты это один язык, говорим другой язык, мимика это третий язык, ну то есть телепатия это не что-то такое сверхъестественное, это просто навык расшифровки какого-то языка. Вот, нумерологи знают такой язык, который люди не знают, и те, кто с картами работает, они знают. Вот Таня знает, как расшифровывать знаки через ауру, да, если людей обучить этому, они тоже будут уметь, то есть всему, я считаю, можно научиться, нету такого, чего нельзя познать в этом мире, можно так сказать. У меня язык заплетается, время, потому что час ночи, я сегодня проснулась в 9 утра, спала 4 часа, вчера 4 часа спала, позавчера тоже, блин, мысли собрать вообще не могу, давайте карту дня возьмем на завтра. Женщина что-то готовит, занимается своими делами, смотрит телевизор, показывает 17 мгновений весны фильм, прикиньте, вот там просто чувак нарисован, да, я считываю информацию, что это уже фильм 17 мгновений весны, вот как можно было проассоциировать, да, ну вот примерно как мы расшифровываем через ассоциацию, так вот, на завтра день такой, внимательно следите за знаками, внимательно наблюдайте, что будет показывать вам мир, вы будете получать подсказки, будете подсказки получать весь день, да, какого характера, какого характера, я батарею увидела, так как замерзла, да, кстати, батарея, улитка дерево медленно, улитка это медлительность, но она еще и кроны деревьев одновременно, зелень, с чем ассоциируется зелень, с чем ассоциируется зелень, сейчас подумаю, кроны деревьев, они поглощают углекислый газ, фотосинтез, рост, и дают нам кислород, жизнь, обмен, жизнь, обмен, рост, медленный рост, раст улитка, а там чувак бежит с собакой гулять на прогулку, и как это вот теперь связать со знаками, которые вы завтра будете получать, зелень это еще гармония, батарея греет, давайте, учим язык расшифровывать знаки, а представьте, вы, когда научитесь расшифровывать картинки, понимать через ассоциацию, информация будет приходить через них, вы сможете эти картинки видеть в обычном мире, которые точно так же будут сразу вызывать у вас какую-то ассоциацию, вы будете получать ответы, обращать на знаки во время спешки, сегодня был запрос, чем полезно торможение, тут улитка, то есть завтра нужно замедлиться, никуда не спешить, иначе вы пропустите какие-то знаки, да, жизненно важные, да, из-за спешки можно пропустить жизненно важные, и вот здесь вот мужчина ловит рыбу, но заместо рыбы какие-то кости, древность, что-то старое, отжившее, прошлое, если соединяем три карты, спеши медленно, да, получай знаки, получай информацию, из прошлого, из прошлого, да, потому что кости, о чем, пингвины зимой едут в троллейбусах, давайте, ассоциация, то есть не спешите, придут знаки из прошлого, может быть придет какой-то молодой человек из прошлого, может быть какие-то люди объявятся из прошлого, приедут примчаться о движении в будущем, да, ассоциация, и подскажут куда двигаться вперед, да, то есть четыре карты, ловим из прошлого какие-то вести, потому что здесь придет информация, телевизор, не спешим никуда наблюдаем, здесь движение, здесь движение, тоже лодка, кстати, тоже движение, и здесь движение, направление движения, давайте последнюю карту, чтобы подытожить все, что мы с вами сейчас считали, здесь написано, здесь написано, job search, покидаю работу, хожу с работы, как правильно, заканчиваю эту работу, ищу новую работу, работа может ассоциироваться с любыми действиями, то есть здесь будет, вспоминаем, ловите информацию из прошлого о том движении в новое, да, что вам нужно прошлое отрубить, оставить, придет какая-то инфа из прошлого, которую нужно оставить, чтобы пойти в новое, обдумать старые действия и пройти этот опыт, может быть, вот, ну, чтобы двигаться вперед по-любому, нам надо уехать, причем пингвины, зима и батарея, из холодной энергии в горячую куда-то, вытащить пользу, да, можно вытащить пользу, вытащить пользу из прошлого, чтобы двигаться дальше вперед, то есть завтра будут какие-то знаки, может быть, люди будут приходить и напрямую вам просто говорить, так, дорогая, выкидывай это из своей головы, выкидывай из своего шара, выкидывай из своего, там, шкафа или мира, или жизни, придут ли люди и вам скажут, да, прям карта, да, информация придет, к вам придет завтра информация, вот так вот мы считали, это не из пространства, это из карт, можно точно так же из пространства считывать, по сути, телепатия в чистом виде это навык умения считывать информацию, распаковывать ее, а также ту информацию, которую мы хотим передать на расстояние куда-то, призвать, например, какого-то человека, которого нет в нашей жизни уже пять лет, чтобы он нам позвонил, вот, мы можем ему передать эту информацию и запаковать ее так, чтобы он ее получил, вот это вот, ну, в двух словах, что такое телепатия, палач с работы, который не дает ничего миру, который убивает мир, надо закончить делать хоть что-то, хоть что-то, что разрушает, Натали, ты пишешь так же, как я говорю, очень сложно, в общем, завтра придет какая-то информация, где нам нужно будет с вами понять и осмыслить старый опыт, отпустить этот опыт, и мы конкретно поймем, да, что нам нужно завтра отпустить из своей жизни, об этом будет информация какая-то от кого-то, так что следите, не спешите, не пропускайте знаки, всех целую, обнимаю, я с вами была опять два часа, надеюсь, было интересно, всем пока, пока,